Всё, дед, взял, у тебя круги под глазами, взял, сбил нас. Мы бы тогда на полчаса раньше закончили бы. Всем привет, ребята, вы находитесь на моём канале, который называется Руздат. Это, в принципе, информация, которой даже можно было не говорить, потому что вы смотрите это видео. Почему я сижу здесь, а не с микрофоном и на улице, я решил попробовать себя в такой сфере, как подкасты, пообщаться, пригласить каких-то прикольных людей. Почему? Потому что, когда я снимаю на улицах, я снимаю случайных людей, снимаю, как правило, очень быстро, какой-то один-два вопроса. И цель всего этого — повеселиться, посмеяться, пошутить. В общем, это такой юмор, это комедия. Что будет происходить здесь? Здесь будет всё ровно наоборот. Здесь будут совершенно не случайные люди, то есть это будут люди, которых я хочу пригласить. Мне интересно узнать какую-то историю их успеха. Это будут люди чаще всего медийные. Это будет вообще нифига не коротко. Вы могли, в принципе, это уже, наверное, заценить по таймингу этого видео. И это будет, скорее всего, не про юмор. То есть тут мы просто будем на серьёзных щах, может быть, общаться, затирать. И в первом выпуске я позову чувака, наверное, самого крутого в плане блогерства в Калининградской области, которого я знаю, потому что я нахожусь в Калининграде. Это Дикий Вадик, вы, может быть, знаете его по нику VediRush. Короче, его зовут Вадим. У него в ТикТоке восьмёрка, восемь миллионов. И, в общем, очень активная аудитория. Просто интересно узнать, как он этого достиг, потому что я этого за столько лет не достиг. Прежде чем мы перейдём к общению, сразу хочется сказать спасибо, потому что, смотрите, какая сочная картинка, да, позади меня. Это очень крутой ресторан-клуб W. Здесь реально очень стильно, очень классно. А мы, наконец-то, приступаем к подкасту, надевая наушники и общение с Вадиком. Вадик, рад тебя видеть. Мы можем поздороваться, потому что мы рядом с тобой сидим, да. Для тех, кто не в курсе, мы снимаем с тобой в 20 минут первого по калининградскому, получается полвторого практически по московскому. Но ты вообще на бодряке, потому что, наверное, опыт тиктоковских баттлов. Да, я не сплю прям часов до пяти утра, если я веду баттлы, то это прям, а можно и вообще всё кругло. Я думал, ты скажешь, я не сплю уже год. Я не сплю уже полгода, да, это точно. И на самом деле, когда веду баттлы, я веду их просто часов по десять, просто без остановки. Всё время ты прыгаешь, танцуешь, что-то делаешь, двигаешься, кричишь, потому что там тебе дарят большие подарки, и ты очень сильно эмоционируешь. И за десять часов ты настолько себе поднимаешь настроение, что спать не хочется вообще. Мне кажется, тикток заблокировали для того, чтобы ты выспался. Очень жаль, что это было из-за меня, простите меня, пожалуйста. Объясни, пожалуйста, мне как человеку, который есть в тиктоке, но не был в баттлах. В чём их прикол в баттлах? Помимо какого-то соревновательного момента, то есть два блогера выходят в эфир одновременно и делают что угодно. Я заходил, там кто-то что-то ест, кто-то отвечает на комментарии, кто-то может вообще спать в этот момент, да, типа, может вообще даже не быть в кадре. Там нужно дарить подарочки, чтобы твой любимый блогер, к которому ты зашёл, да, вот, например, мои подписчики, они заходят и дарят подарки именно в баттлах. Но это стоит денег. То есть они что-то подарите? Конечно. То есть они тратят свои деньги. Они покупают монетки, конечно, эти монетки, каждый подарок стоит определенное количество монеток. Это, знаешь, как соревнования между блогерами, то есть какие зрители активнее, какие зрители лучше поддерживают своего любимого, да, блогера? Не, ну просто когда идёт уже речь о тратить денег, ну типа я сижу, смотрю, допустим, блогера, ну каждый день тратить деньги для того, чтобы он победил в баттле просто так. То есть там нет какой-то чемпионата блогеров, типа нет такого, что кто проиграл, того там казнят завтра на площади. Чё такое? Тебя от лампы сейчас только дымит, как будто финал. Да плевать, мне нормально вообще. Поверь, здесь не на меня будут смотреть. Есть ощущение? У тебя не было ни одного большого интервью, с чем это связано? Не звали, не хотел? Наверное, от того, что я живу далеко от России, Калининград. Тебя звали в... Звали в Москву, но я не поехал, тогда я работал, много снимал и только-только начинал хорошо-хорошо раскручиваться. А почему местные ребята? Мне кажется, не все знают, что вообще здесь, или ты очень круто как-то конспирируешься? Тебя, ты в брательник отправляешься в магазин. Большинство не знает, что я в Калининграде живу. Многие думают, что я в Москве живу. Так получается, мы сейчас это все выложим, и они поймут, что ты в Калининграде. Завтра тебе будет звонить все первые городские. Можно перезаписать? Мы находимся в Екатеринбурге прямо сейчас. Да. В Якутске. В Монголии. У многих людей этот вопрос может возникнуть. Почему ты до сих пор здесь? Почему ты не уехал из региона? Ну, я реально по пальцу можно перечитать крутых каких-то чуваков с крутой аудиторией, которые остались вот... Ну, конкретно в Калининграде, но я уверен, что таких чуваков много в регионах тоже других. Но почему не Москва? Сто процентов ты туда поедешь, и все, ты там как свой. Я был первый раз в Москве, мне понравилось. Поехал потом второй раз, мне не очень понравилось. Третий раз еще больше не понравилось. Слишком большой город для меня, слишком гигагигантский. То есть огромные расстояния, и вот это вот время, убиваемое на дорогу, и движ не очень мне почему-то понравился. Но с точки зрения творчества все-таки и коллаборации, и продакшены. Но у меня так хорошо все идет, и так хорошо шло тогда, допустим, несколько лет назад. Я спокойно один снимал с братом, например, да, и мне этого так достаточно было вполне, и ничего не нужно было. Я не хотел никуда, тем более, ну, здесь море. Давай поговорим о том, о чем ты, наверное, нигде вообще никогда не рассказывал. Немножко вообще о тебе, как не блогере, как просто о Вадике. Давай, давай. Вадим, как отчество, кстати, у тебя? Олегович. Вадим Олегович. Вадим Олегович. Уже познавательно, люди же не знают этого. А сколько тебе лет? Давай с этого начнем. Вообще просто интересно. Я могу попытаться угадать. Да ты уже сказал первую цифру. Давай, ладно. Ты сказал первую цифру 3, поэтому моя первая версия 25. 32 года мне, обычно я нигде это не говорю, вообще абсолютно. Да, вырежем. Знаешь это? Да нет, конечно, не обязательно. Так ты старше меня? 32 года. Слушай, я... Блядь, блядь, прикинь, я старый, блядь. Тогда а что я расстраивался? Я все время расстраивался, уж ты младше меня, и ты добился, а я типа опоздал. Так у меня три года еще есть. Ну, вряд ли ты добьешься. Ага, понял. Спасибо. Самый честный подкаст. Я не знаю почему, у меня почему-то возраст это такая штука, типа... Сакральная. Мне кажется, потому что у тебя образ... Мне нравится, что мне 32 года. Ты же снимаешь ролики в образе... Как зовут девочку образ? Марина. Марина. И вот, а девчонки же не любят говорить о возрасте. Так это в тебя все перешло? Может быть. Я не очень люблю возраст свой, не знаю почему. Мне кажется, что я 32 года, это пиздец, блядь. Типа тебе осталось только два дня, типа, жить, да? Да, это, прикинь, это два тапка, я уже на пенсионер. Пиздец. В шесть утра уже надо идти в очереди стоять. Да, какие-то поликлиники начнутся, вся эта хуйня. Ну давай так, чтобы понять, давай тест на молодежность. Ты ходишь в магазин со своим пакетом? Нет. Все нормально, ты молодой. Пока нет, все, значит, молодой. Ну слушай, у нас губернатор в Калининграде в 32 года стал губернатором. Все говорили, самый молодой губернатор. Так что все нормально. Относительно губернаторской системе счисления возрастов, ты молодой. Да, да, да. Блогерская, я уже старый. Я же начал снимать в 2016 году в мюзикле. Начинался в мюзикле. Очень мало людей, в принципе, из России, но были одни дети. И когда я только туда зашел, а я уже такой был, как быть, мне было... Не знаю, сколько мне было, математика хуёво. Там математики в комментариях почитают. Короче, и они мне все писали в комментариях, ты старый, ты что здесь снимаешь, уходи отсюда, вали отсюда. Ты, дед, здесь одни дети, не надо здесь снимать. И они мне в комментариях, прикинь, все это бомбили. Я говорю, идите нахуй, они мне все это бомбят, и у меня вот, может быть, с этого момента вот пошел этот вот пунктик, то, что я не говорю про возраст вообще абсолютно нигде. Если бы ты выиграл бы тогда баттл, все писали бы хэштег «Спасибо деду за победу». Жалко тогда, да, не было баттлов, блин. Давай пробежимся по твоему далекому детству, судя по тому, что тебе 32. Далекому. Вернемся к динозаврам. Где ты учился вообще? Расскажи, на кого ты учил? Ну, понятно, школу мы отбрасываем. В какой-то школе, там, под номером, условно, где были две цифры какие-то. Ну, школа в колхозе в Жилино, где я жил в области, да, Неманский район, поселок Жилино. Привет вам. Меня приглашали тогда снимать. Приглашали снимать? Ну, типа, когда я там по поселкам ездил снимать, что-то говорили Жилино, что-то не доехало туда. Да, мне ничего делать, не езжать туда. Вообще у меня со школой все было плохо, потому что отношения с одноклассниками и вообще, в принципе, с местными тоже были очень плохие. Ко мне относились как к фрику, знаешь, какому-то. А у тебя что, там, волосы у тебя были перекрашены, ты был Готом, Эмма? Нет, 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 нет. Ты был за КПРФ? Ну, наверное, в силу моей манерности такой вот. Я же... А, то есть это у тебя, в принципе, с детства? Да, это вот такое вот у меня с детства все это. И люди воспринимали это плохо, ну, деревня. Да, и в основном пацаны, и одноклассники все это воспринимали очень плохо. И не принимали меня такого, знаешь, как я есть. Может быть, кстати, надолго у ЭТФ плюс сыграло? Потому что ты бы стал бы потом, как они. Кстати, вот на разбитой Бэхе подъезжать к какому-нибудь магазинчику с громкой музыкой. Я не знаю, кем они сейчас стали. Я думаю, что... В принципе, я никогда с ними не общался. Но тебе не прилетало после этого ни разу? Типа, знаешь, типа, о, Вадик, мы же с тобой, помнишь? У меня много таких ситуаций было, когда те ребята, которые там, не знаю, жестко стебали, а меня было за что-то постебать, ну, там, за внешность, за национальность и так далее. Потому что я тоже жил в Полеске. И потом эти же люди, знаешь, где-то на свадьбах пересекались. Рус, красавчик, смотрим. Я такой, типа, да-да-да-да, я все помню. Я помню эти слезы. Я вот именно в этом моменте я очень злопамятный. Не знаю. Я настолько ненавижу всех этих людей, которые тогда... Я до сих пор, прикинь. Я сейчас понимаю, где я и где они. Я чувствую это, знаешь, я думаю, блядь. Утер нос. Если бы знали бы вы, блядь, да. Если бы я в себе тогда знал, да, что... Куда мне приведет жизнь, я бы, может быть, тогда бы и тыкал вам. А сейчас мне настолько плохо вообще, что с ними стало. Потому что мне эти люди вообще... Помянем, помянем. Да, давай помянем. Не чокались. Не чокались. Ты помнишь какое-нибудь самое жесткое издевательство? Могли и по дороге встретить и начинать там доебываться. Говорит, слышь, ты иди сюда, там, пидорасина. Ну, да. Да, и тебе серьезно говорю. Они могли бы докидаться. Ты такой, мам, хватит. И кидаться там, драться, например. Или вслед кричать там, хуйню какую-нибудь. И ты думаешь, блядь... Блин, быстрее бы изобрели наушники. Да, и ты, знаешь, ты идешь и думаешь, сука, ну ты же останешься здесь, блядь. Ёбанное, ты животное. Понимаешь, ты останешься здесь и останешься животным здесь в колхозе. А я все-таки куда-то попаду. Я напоминаю, Вадик живет в Екатеринбурге, если что. Да. А то сейчас набегут, тебя будут искать. После я пошел учиться с другом в городе Советский. Учился в колледже. На кого? Это самое интересное. Внимание. Я штукатур маляра девочных работ. Тебе ничего там дома, ты про штукатурить не надо? Ты подожди, сейчас заблокируйся в соцсети, ты вспомнишь, достанешь этот диплом. Я вспомню все свои записи, которые там записывал. Типа еле жили на. И начну заниматься ремонтными работами. Ты живешь с братом. Каково живется с братом? У меня тоже есть брат старший, но мы уже давно не живем вместе. Типа это весело, это вы уже надоели друг другу. Типа как это происходит? Слава богу, он у меня младший. Как живем? Как ребенок, не знаю. Я, знаешь, как отец, он как мой сын, знаешь, вот это вот все его. И везде приходится его таскать, контролировать его везде. Ты убери игрушки свои. Да, да. Он собрал свои, в смысле, игрушки. И все. Мы же с ним не с детства. Мы с ним познакомились в 2016 году только. То есть до этого я не знал его. У нас отец один, а мамы разные. Ну, ты вас в целом как бы не сильно уважаешь. Просто, чтобы вы понимали, Диман сейчас за кадром стоит. И он все это слышит. А тебе потом с ним жить. Мы сейчас наговорим. Я до того, как с тобой встретиться, встретился с Диманом. Тоже немножко пообщался. Он сказал, что ты так ни разу не видел отца. Ни разу. Мне так хотелось... Мне даже фотографий не было. То есть я увидел первый раз отца на фотографии, только когда познакомился с Диманом. Чтобы было понятно, его уже не стало. Его уже не было. Да, в 2012-м его уже не было. Да, в 2016-м мы познакомились с Диманом, в 2012-м отец умер. То есть и я так хотел с ним встретиться. Мне так хотелось его увидеть, пообщаться с этим человеком. И когда я уже познакомился с Диманом, я узнал, что он умер. И мне так было обидно, я так понимал, что типа, ну, блядь, все, но типа я никогда не увижу этого человека, я никогда не поговорю с ним, никогда не услышу его там голос или там какой-то, я не знаю, просто это настолько мне, мне настолько хотелось все это вот увидеть, посмотреть просто ему в глаза, не знаю. Не пытался ты как-то узнать просто, почему так и не появился в твоей жизни он? Он приезжал, когда мне было 3 годика, он приезжал и, значит, он потянулся якобы, мама мне рассказывала, он потянулся ко мне, а я испугался, чужой дядька, блядь, приехал какой-то, блядь, тянет свои руки, понимаешь, к ребенку, а я испугался и все, и он потом как-то особо, и все, последний раз на 3 годика приезжал и уехал, до свидания, и больше не появлялся. Вот мне и хотелось спросить, но мне кажется, потом уже, понимаешь, уже пошли же годы, пошли же уже все, все же это уже, годы прошли, там у него появились уже свои дети, своя семья, и может быть ему было бы уже как-то, он же там, там он рассказывал про меня, то есть все там знали про меня, что я есть такой, да, но ему, наверное, было бы уж, наверное, как-то неудобно, может быть, стыдно, да, вот как-то приехать, что я скажу, да, ну вот я приеду, ну и что я скажу? Ну вот ты как считаешь, как бы причина ли это не увидеться с тобой? вообще не причина конечно вообще не причина потому что ты не осуждаешь иCC нет я не осуждаю потому что я понимаю что скорее всего было может быть как там Tig 결 на неудобно книгу��� отношения с мамой хорошие отлично мама смотрит даже тебе как этот спрашиваться мама знает чем grundи занимаешься мама смотрит может быть так супер следить но смотрит поначалу мне это была как-то стремно если уми NFL мне так было стыдно что насiskoте там в париках бегаю очень тяжело дома мамка скажет, блядь, ёбаный в рот, уже дела, блядь, растила, растила, в париках бегает, ну, пиздец. А ты не говорил эти отмазки, типа, в стиле, да я просто рядом с пацанами стоял, они были с париками, я просто рядом стоял, экскурением. Нет, нет, просто я говорил, мам, ну, я буду блогером, все. Ты сам думаешь о детях? Думал ли вообще? Сейчас, конечно же, я уже задумываюсь об этом очень сильно, то есть мне очень хочется ребенка максимально, может быть, это все, потому что я старею, блядь, не знаю. Тут, знаешь, забота о ком-то, поэтому я вот о Димане, знаешь, вот у меня как Диман появился, я его до сих пор не отпускаю, потому что он как ребенок у меня. Ну, ты как женщина, которая заводит котов, у тебя так же, типа, и все теряется, все сразу. Да, а у меня, у меня Диман, блядь. Мне Диман рассказал один очень лютый факт, не знаю, насколько это правда или нет, ты умеешь доить коров? У нас было, блядь, дома 10 коров. Ты помнишь свой первый раз? Я помню свой первый раз. Ты включил музыку? Загрузил. В сарае, да, привязал ей хвост. Я привязал ей хвост, протер там все тряпочкой, вот, влажной. Сейчас твои хейтеры посмотрят и скажут, ну вот же, был же нормальным. Нормальным, блядь. Доил коров. Чуваком, блядь. Убегал от гопников. Да. Маляр. Да. Мужик. И в кого превратился, блядь? В тик. 32 года, был бы таким завхозом. Завхозом. Поговорим про твой блог. Все-таки, мне кажется, посмотрят очень много твоих подписчиков. Именно, наверное, интересно, как ты пришел к парику. Поясню вопрос, потому что у тебя со стороны, конечно, может показаться, что это, типа, очень просто. Типа, знаешь, такой прием, как бы, я сам из юмора тоже, когда в КВН играли, когда вот там какая-то сценка была, где парень надевал какие-то там, надевал парик. Все такие, типа, ой, блин, ну, типа, старый прием какой-то, знаешь, типа, мальчик переодевается, надевает какие-то сиськи, юбку и так далее. Все понятно. Но глобальность, и посмотреть, как бы, с профессиональной точки зрения, это же очень сильно актерская задача. Потому что невозможно просто надеть парик и стать сразу девушкой. Тем более, когда ты в медиапространстве, когда их очень много все-таки. Ты не единственный, и, может быть, разумеется, ты в какой-то мере задал этот тренд. Вот, вот. Тебе в какой-то момент все равно надо же было понять, что ты актерский вообще, в принципе, как-то, какой-то у тебя скилл есть. Как ты это понял? Знаешь, наверное, все это пошло, опять же, с детства. Основная масса моих друзей – это подруги. То есть я мало дружил с пацанами. У меня только один друг был, да? Какой-то один друг настоящий у меня был. Все остальные я в основном дружил с девчонками. У меня, я в этой компании, везде я общался хорошо, и общий язык очень хорошо находился с девчонками. И постоянно с ними. То есть там 3-4 девчонки я мог с ними пойти гулять, и только с ними я гулял. И вот это на протяжении всего детства, подросткового возраста. Также потом уже, когда более старше был, постоянно девчонки. С пацанами я мало очень общался. И, соответственно, ну что логично, у тебя слишком много практически... Сколько у тебя в процентах женской аудитории? Есть же статистика. Да, 80%. Очень много женской аудитории. Как ты сдерживаешься? Как я сдерживаюсь? Не, ну, блин, ну... Очень, очень много. Я заходил, чтобы... Ну, понятно, в принципе, я и так знал, но все равно перед тем, как с тобой пообщаться, ты зашел просто почитать там последний комментарий. Ну там, не знаешь, типа... Не как мне пишут, типа классно, смешно. А там текут прям девчонки. Они просто... Они разводятся с мужьями прямо сейчас, когда смотрят твои видео. Вообще, когда я все это замечал, естественно, у меня было по приколу это. То есть я смотрю, они как бы, типа, пишут, ты такой классный, я так себя люблю, давай с тобой встретимся, туда-сюда. Но они же все далеко, понимаешь? Они в основном... Изначально они все были из России. То есть тогда у меня и возможности не было как-то летать там, да, или что-то делать. И они были все из России. Из Калинграда было мало очень. Поначалу было очень мало. И они были, типа, 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 куда-то, куда-то я там, блядь, с Таганрогом, а к тебе пишу, блядь, приезжай ко мне. Хотя, в принципе, большинство из них были готовы приехать самостоятельно, за свои деньги, я сама приеду там, блядь. Вот, да, давай вспомним какую-нибудь самую неожиданную какую-нибудь реакцию. Какое-нибудь прям признание, какое-то получил. Не знаю, либо прям скидывали тебе гениталии свои. Блядь, ой, гениталии я столько пересмотрел. Свои? Нет. Причем и скидывают и девушки, и пацаны. Это прям максимально было странно. То есть ты листаешь, листаешь, открываешь, там, типа, бац. Зато это показатель, что я хватил всех. Да. Самое прикольное было, это когда от меня хотели детей все постоянно. Писали они мне, типа, знаешь, а многие, знаешь, как мне писали, говорили, я хочу приехать, значит, зачать с тобой ребенка. Я заплачу тебе денег. Я тебя ничего требовать не буду. Мы с тобой, типа, сделаем ребенка, я уеду и требовать от тебя ничего не буду. Это было для меня так странно, типа, блядь, ты серьезно сейчас? Ты реально сейчас серьезно? Ты серьезно спрашиваешь? Приезжай, конечно. Нет, ты серьезно, блядь, ты бездевлять. Как я, понимаешь, ну как она себя это представляет, блядь, приехать? И что я сейчас, типа, начну с ней, там, трахаться каждый день и до тех пор, пока она не забеременеет? Тебе надо было скачивать мужские гениталии, отправлять тем, кто отправил женские гениталии. То есть друг с другом их связывать. Что же было бы? Блядь. Я вообще не понимаю, как, типа, скидывать, да, особенно, когда мужики, там, скидываете, блядь, гениталии. Мужики мне писали, давай с тобой встретимся. Такие вот вещи они мне писали. За деньги предлагали встретиться. То есть это, блядь, было тоже, это было так странно. Сколько предлагали сумму, помнишь, примерно? Я не помню. Что-то там в долларах они там, что-то, блядь. Ну ты быстро потратил эти деньги? Вообще не, до сих пор на карте лежат. Насколько можно доверять твоему брату? Он сказал, что был случай, когда девушка переспала с ним, чтобы познакомиться с тобой. Это правда? Да. Это, блядь, настолько крутая и одновременно очень странная история. Это было не раз. Как ты об этом узнал? Это было даже не раз. То есть, типа, ну, Димон предупреждал тебя перед этим? Или он постфактум уже говорил об этом? Типа, пожалуйста, познакомься, я обещал. Были такие моменты, когда он говорил, типа, вот, там, хотят с тобой сфоткаться, хотят пообщаться. Или бывает, когда он там встретит девчонку какую-нибудь, да, и с ней там переспит. И в первый же день причем, блядь. Его это все время бесило. Он все время знакомился с девчонками, он с ней там переспит, и она переключается на меня. То есть, она переключается. Они говорят обо мне, они спрашивают обо мне, они просят там номер, сфоткаться, пообщаться. А может, он со мной пообщается. Его это все время бесило, ему это не нравилось. А Дима просто хотел отношений. Ему это не нравилось. Он прям говорит, блядь, вы-то не знакомиться со мной, нахуй, а по итогу переключается на тебя. Говорят все время про тебя. Прелюдия. Да, как только начинают говорить про тебя, я сразу, нахуй, домой еду. Все, качачали. Было такое, чтобы кто-то с тобой хотел переспать, чтобы с Димоном познакомиться? Нет, такого не было. Просто хотел, чтобы Димон наслышит же, чтобы ему было обидно. Такого не было. Ну, прикольно, мне кажется. Ты почему не рассказываешь, в принципе, о своей личной жизни? Я рассказываю максимально, сколько могу, допустим, рассказать, да? Я всегда рассказываю все максимально. Спрашивают, я рассказываю. То есть нет какого-то прям супер-какого-то там секрета какого-то прям, о котором я не могу говорить вообще абсолютно. Нет, такого нет. Но я стараюсь что-то такое супер-личное не говорить. Например, там, есть ли у меня девушка. Я всегда говорю и нету. У тебя, кстати, есть девушка? Нет, у меня девушки нет. А жена? Жены тоже нет. Расписан никогда не был и мужа тоже нет. Ты был близок к тому, чтобы пожениться? Да, был момент такой. Не то, чтобы пожениться. Не было такого, чтобы я прям хотел свадьбу. Вообще не очень люблю свадьбу. Да? Ну, если что, ты знаешь, где заказать ведущего. Да. Я тебе посоветую какого-нибудь хорошего. Я тебе сделаю скидку. Хорошо. Давай поиграем с тобой небольшую игру. Я же как ведущий. Я должен делать конкурс. Я буду показывать тебе фотографию человека, который написал комментарий. Ты должен угадать, написал он хейт или комплимент тебе написал. Попробуем проверить твою интуицию. Давай, вот так вот. Первая дама. Я думаю комплимент. Комплимент. Проверяем. Прям так жизненько. Прям так жизненько. Нормально есть. Блядь, это по-любому хейт. Я тебе говорю. Ну смотри, как только мужик появляется. Сразу да? Да, он там прибыльный. Может это где-то депутат из Жилина. Там сейчас по-любому будет написано педики. Посмеялся. Ну там фотография другая. Пожалуй. Классно. Чувак, ты крутой. Я тебя обожаю. Молодец. Харли. Квин. Слушай, наверное, наверное, комплимент. Я надеюсь. Да, уже через час. Я говорю, уже стыдно на это смотреть дизлайк. Причем, что забавно, это вконтакте комментарии. Там нет дизлайков. Она написала текстом подтвердила дизлайк. Лицо такое доброе. Мне кажется, она не могла написать что-то плохого, да? Тем более врач, она же типа... Лечит. Она же типа, да, она же должна нести добро. Она же давала клятву Гиппократу. А там сейчас, блядь, сдохнем, урод. Я отписалась. Я отписалась, блядь. Хотя мне... Не, смотри, хотя мне раньше нравился. Целевая пошла. Ца. Привет, мам. Хейт. По-любому хейт, да? Да. Наверное. Слушай, ну я надеюсь, что все-таки не хейт она написала. С виду вроде «добрая женщина». Слушай, чем-то смахивает на мою соседку с прошлой квартиры, которая просто ебала мне мозги два года. Есть там, наверное, в комментариях написала. Она просто... Она просто... Она ненавидела меня просто. Либо она меня хотела, либо... А раз хотела и не могла получить, и поэтому ненавидела. Заигрался парень с его харизмом. Видео, да, просим? Да. Танцует хорошо. Ну, кстати, это, наверное, фиг знает, хейт, не хейт. Наверное, просто какое-то... Ну, какое-то обычное мнение, да, свое выразила. Не глупый, главное. Зинаида. На самом деле, реально, как будто учитель твой школьный. Не глупый. Я знаю, способный мальчик. И пишет видео. Но она информатики учитель информатики была. Ну... Ага. Давай, делай вид, что ты не знаешь. Свой бывший. Кстати, вот мы и узнали, с кем встречается Вадим. Я знаю. Я думаю, здесь... Точнее, не думаю, а знаю, что здесь хороший комментарий будет. Загляд Вадима – это отдельный призывный искусства. Ну, а на самом деле, она практически под каждым видосом это пишет. Вот так вот. Моя ты хорошая. С котиком, кстати. С кошкой. Любит животных. Если с кошкой, мне кажется, кошка не очень хочет быть там, на руках. Она прям сопротивляется, по-моему, прям максимально. Они смотрят твое видео просто. Да. Наверное. Слушай, у нее такие же фотообои, как у меня были на старой квартире. Я надеюсь, что, блядь, там... Не, она живет. Я надеюсь, что там хорошие комментарии. Хотя маленькая девочка сейчас какую-то хуйню напишет. По стандарту. Вы удаляете комментарии, капец, детский сад. А ты, кстати, удаляешь комментарии? Редкий случай, очень редко. Если там прям совсем какое-то прям оскорбление жесткое. Не, классика вообще самое чаще всего, что бывает, это когда пишут какую-то дичь тебе в комментариях. Вот мне часто прилетает, типа, вот ты говно, блин. Ты пишешь, типа, чё с хера ли? Он пишет, ты мне ответил, ни хера себе, кайф. Делай дальше, брат, лучший. Я в таким случаях всегда говорю, это забавно же, ну, перекладывать на жизнь. Вот если нет интернета, ты идешь по улице, сзади тебе через дорогу кричат, эй, пидор. Ты поворачиваешь, такой, блин, Вадик, ты повернулся. Классно снимай дальше, лучший. Ну, типа, почему такая логика? Ну, типа, видимо, хей, там легче зацепить человека, внимание, видимо. Да, им же нужно понимать, что-то, им же эмоционально нужно, чтобы понимать, что-то они тебя зацепили, что ты их заметил. Думаю, что хорошие комментарии. Во-первых, нравится поза. Нравится поза, да. Типа, она звонит кому-то, она промахивает, знаешь, типа, телефон так держит. Качал сиськи. Ты же в зал, кстати, ходишь сейчас, качаешь сиськи. Да, сейчас прям максимально. Слушай, у меня прям, блядь, прям перворазмерчик, там, сто процентов. А как же, кстати, качать? Через VPN? Да, в принципе, да. Я готовил эту шутку. Вообще, в принципе, этот подкаст ради этой шутки был создан. Я придумал эту шутку, я не оттолкнулся. Это подкастно-образующая. Все свои мышцы я уже накачал через VPN. Через VPN, да. Она вроде, вроде бы, как бы, видно, что человек поел чебуреки. Чебуреки, да. Доброе, блядь, да. Это, кстати, не вжилино. После чебуречной нормально себя чувствует. И, ну, вроде, добрая девочка, милая, да. Блядь, а ведь такие же иногда бывают, знаешь, они же вот именно такие вот как раз-таки. Тут самое главное обратить внимание на ее возраст. И потом ты сопоставишь с комментарием, и это будет раз... Я разорвался сегодня, я прям смеялся очень сильно. Ну, давай твой вариант. Слушай, давай хейт, наверное, хейт. Все-таки, наверное, хейт, да. Вадик, это все для малолеток. Просто смешно. Вот тут пишешь, все для малолеток. Блядь, это пиздец. Мельчаешь. Светлана, ну ты, конечно, ты, конечно, взрослая, да. Я понимаю, что тебе как бы 40 уже стукнуло, и тебе не хочется смотреть такое. Давай поговорим еще про одну твою боль из актуальных. У тебя увели, мать его, два. Мать его, аккаунта. Мать его в инстаграме. Мать его еще и в тик токе. Это был худший день в моей жизни, блядь. Это был полный пиздец. Когда я утром просыпаюсь. Точнее, не просыпаюсь, у меня Диман у меня будет. И говорит, Дима, Вадик, у тебя аккаунты, говорю, взломали. Потом в течение дня, конечно, было все. Я там, блядь, и у меня истерики были. И я, блядь, там плакал, и все у меня было. И менеджеры там все писали, начали все быстро думать, как что делать, как возвращать аккаунты. Потом... Решил поменять уже, да, пароль от нуля до девятки? На что-то более. Да, да, да. Нет, у меня все пароли были сложные. Ну, сам факт того, что как получилось взломать, просто перевыпустили мою... Я нигде это не говорил, кстати, еще могу сказать. Эксклюзив. Да, да. Первое, что я скажу, у меня номер сим-карты был МТСовский. И он заказал сим-карту, по моим паспортным данным, к себе на почту. Ему по почте пришла сим-карта. Он утром позвонил, значит, оператором активировал ее. Моя в телефоне, которая стояла, перестала работать. А у него стал активный. И по этому номеру он спокойно зашел на мои аккаунты, заменил все пароли. Это был огромный минус МТСу, который просто вот так вот легко лишил меня двух аккаунтов. Ах, подожди, а как можно сделать сим-карту? Вот я не знаю, как это вот. Ребят, не покупайте МТС, я вам серьезно говорю. И не держите свои аккаунты на номерах с МТСом, потому что у МТС явные проблемы. А что с Димоном-то было? Он мне рассказал, что там что-то, уголовку на него какую-то что-то сделали или что там было? Нет, это когда мы уже сейчас, естественно, следствие ведется. Ну, типа то, что звонок какой-то был, видимо, с его номера или что такое? Ну, там же распечатка, они же взяли распечатку, и оператор, значит, когда спрашивал у этого взломщика, значит, какие номера последние были на номере, один из номеров был Димана. Ну, я же с ним созваниваюсь, типа, блядь, ну, Диман, брат, естественно, с ним созваниваюсь, и все. И, естественно, один из номеров был его, они меня, значит, вызвали, спросили, кто это. Я говорю, ну, это брат, блядь, живет со мной, все дела, блядь, все. А в общем, у меня было такое ощущение, как будто не заподозрили его, я говорю, блядь, давайте, не это самое. У меня, говорю, все нормально с брата. А ты на Димана, кстати, посмотрел, как не заподозрил в нем? Он даже не додумался бы до этого, блядь. Сколько примерно ты зарабатываешь с инсты? Вообще, в принципе, со своей деятельности? Слушай, был такой один месяц, что я... Ну, типа миллион, допустим, у тебя был месяц? Да, был месяц, когда я заработал. Это, в принципе, в среднем норм? Или это, как бы, миллион, это считается, типа, о, хорошо? Миллион, ну, по крайней мере, для меня, в принципе, я вообще все деньги, типа, считаю, что это прям хорошо. Да, это до 40 тысяч, там, даже если упали на карту. Я помню, как-то рекламировал какой-то трек, 250 тысяч, по-моему, мне заплатили. Нормально. То есть мы там что-то подрыгались под него, потанцевали, все. За один тикток? Да. И все. Классно? Нормально было. Гори в аду. Ну, это типа ты 15 секунд снял, и все. 15 секунд, у меня это опять свадеб. Опять. Вообще, я бы на рекламе зарабатывал бы просто миллионы. Но на каком-то обмане, на ставках, на всякой валюте какой-то, на каких-то обучениях. Инфо-цыганство, скорее всего, курсы обучения. Мы хотим, чтобы вы там выложили сториз, там, блядь, не знаю, там. В поддержку чего-то. Как я обучаю людей зарабатывать в интернете, понимаешь? Ну, такой, типа, наебалово там. К примеру. А вот ваша реклама будет стоить 60. Хотите? Ну, короче, ты называешь цену отказа. Типа, да, чтобы человек отказался. Да, я называю прям максимально большую цену. Говорим, типа, блядь, прям вот такая вот. Ну, а если я не скажу, типа, да, окей. Кидай номер карты. Один раз. Скажу, ой, я перепутал, я 10 забыл. Типа 600 тысяч. Они такие, похер, кидай, брат. Чтобы понять, насколько ты продажный в какой-то момент. Вот именно эта реклама приносит большие деньги. Большинство блогеров, они на этом-то, в принципе-то, и заработали. Конечно. Так они не стесняются. Не стесняются даже какие-то народные артисты рекламировать, да, если мы сейчас политические какие-то вещи, там, да, вплоть до того, как тот же самый Баста, да, рекламировал реформу пенсионную, а потом извинялся и так далее. То есть тоже думаешь, такой, типа, ну, у тебя нет денег, зачем тебе это надо? Ну, видимо, там такие суммы предлагают, ты будешь за одну сториз, столько. Кайф. Давайте, я здесь. Ну, опять же, это, наверное, люди, которые привыкшие жить на широкую ногу, наверное, я не знаю. Но я такой человек, я отказываюсь от таких реклам, потому что от политической всей вот этой вот рекламы я отказываюсь. И когда к тебе приходит такая реклама, они предлагают большие деньги, и ты думаешь, типа, ну, может быть, сделать. А потом, естественно, ты начинаешь понимать, типа, блин, ну, не хочу я свою аудиторию вот так вот отставлять. Ну, репутация, репутационная. Да, и настолько для меня это важно, что, типа, люди должны мне верить, они должны знать, кто я, они должны верить, они должны понимать, что они у меня не увидят такого. Если я прям совсем, извините, буду задыхать с голоду, да, и у меня нечего будет есть. То МТС подписывайтесь. То тогда, тогда простите, да, но мне как-то надо будет крутиться, и мне придется что-то рекламировать. У меня была необычная недавно история. Один из торговых центров, типа, они сделали платные туалеты у себя. И очень много, видимо, претензий, критики, хейта вот на эту тему во всех соцсетях писали, типа, вот, что зовут, как нелюди, типа, сделали туалеты платные в торговом центре. И мне написали представители, говорят, короче, надо как-то с помощью, не знаю, интервью, в общем, как-то лояльность, короче, к этому как-то повысить. Не знаю, можете как-то постебать тех, кто стебет платные туалеты, или как-то объяснить, что это нормально. То есть вы мне предлагаете фактически снять выпуск про туалеты, походить с лидерами. Ну, то есть это настолько неорганично вообще в контексте. Ну, да, это странно. То есть как-то, типа, просто ни слова ни сего я иду такой, типа, а правда те, кто не хочет платить за туалеты, это плохие люди, да, ну, типа, знаешь, очень странная просьба была. Смотри, Вадик, короче, мы с тобой на серьезных щахтах тут практически всю дорогу, так скажем. И я хочу в конце немножко так свести все-таки к приколу все это дело на таком, на легкой ноте окончить наш подкаст. И у меня есть просто четыре глупых вопроса. Забывал ли ты смывать перед выходом из дома макияж хоть раз? Да, блядь, прикинь, я один из, короче, с гуашью накрасился. И вышел в подъезд. Хорошо, я вспомнил только, хорошо, я на улицу не вышел. Я вышел в подъезд, спустился вниз и понимаю, блядь, что я вышел, еще жил, значит, на старой квартире и вышел в Сбербанк, мне нужно было выйти. Я, блядь, выхожу и понимаю, что я накрашенный. Я так просто, что-то лицо, она же присохла, короче, у меня, я так что-то лицо потянул и, понимаешь, что-то треснуло здесь, короче. И я понимаю, что я, блядь, накрашенный, хорошо никого не встретил. Вот бы, прикинь, бы люди уели, когда я вот эти накрашенные, знаешь, брови, глаза вот это вот все, вот эти губы красные, блядь, это было бы пизда. Было бы забавное комбо, если ты так зашел бы в больницу, в поликлинику, потом с бахилами так же вышел, забыл бы снять. И ты везде все забываешь. Я, кстати, постоянно с ними ухожу, постоянно, вот если я и выхожу, я постоянно с бахилами ухожу. Чем отличается 7 миллионов от 8? Ну вот, не знаю, просто реально такой блогерский интерес. Ничем. Ну в какой момент, типа, переходишь эту грань, когда в целом, типа, ну да, типа, так и должно быть. Вообще, отличается тем, что, типа, ты думаешь, блядь, ближе к десятке, типа, знаешь, ты такой думаешь, типа, 10, знаешь? Дальше же юбилей, короче, да. Да, ты такой, сейчас я живу тем, что, типа, ну, 10 уже набрать, типа, знаешь, ты уже живешь там до 10. Раньше ты там думал, сидел, я сидел, раньше думал, мечтал, мечтал, просто 100 тысяч, пожалуйста. Да. Я буду счастлив, 100 тысяч подписчиков, пожалуйста. Потом такой, миллион, и все, и это будет, это все. Миллион, это для меня будет вот прям вот край. Хватит, да. Да, я прям буду счастлив на всю жизнь. Сейчас 10 миллионов, ты такой сидишь, 10 миллионов. Вопрос тебе, как блогеру, когда на завод? Уже, уже знаешь... Есть, да, предпосылки к этому. Да, ты такой, причем, знаешь, причем зрители многие такие, сейчас начали, раньше такого не было, сейчас пишут в комментариях, типа, ну все, на завод скоро пойдешь. Что ты здесь сидишь в ТикТоке? Да, да, да. А пока мы с тобой общались, уверен, что что-то еще заблокировали. Мы должны там тебе подарки кидать, иди на завод, работай. Они все думают, что я никогда не работал, понимаешь? Вот самое странное, это когда они думают, что я вообще физически в принципе ничего делал. Хотя у меня проблемы со спиной всю жизнь, из-за того, что я, блядь, в свою подростковую жизнь работал, как и шаг, блядь, постоянно, они этого не знают, типа, иди работай, на завод. Потому что корова сама себе не подойдет. Да, это корова. Ну все, это красный. Дима, тебя убедула. Все, ты убедула. Все, ты убедула. И последний вопрос, вот, глядя на ту камеру прямо сейчас, вопрос, надо просто закрыть эту тему раз и навсегда. Тебе нравятся мужчины? Я знал, я знал, что он спросит. Ну надо закрыть, я хочу тебе помочь, чтобы закрыть. Нет, 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 нет. Классно поболтали? Я думаю, если вдруг у тебя будет еще кайф, можно быть, как-нибудь встретиться, когда будет и 10 миллионов. У тебя будет там еще накопится, Димон очень много, хотя еще фактов расскажут. Да, да, и тем более со мной, если у меня будет 10 миллионов, наверное, со мной будет уже сложнее встретиться. Я-то буду уже такой суперпопулярный. То, что сейчас, да. Да, да. Прикольно было бы, чтобы ты попросил, если можно тебя поюзать, чтобы ты попросил подписаться на мой канал. А мои по-любому подпишутся. Ребят, вы меня знаете, вы знаете, что я хочу, чтобы вы подписались на... Как его зовут? О, мы с этого начнем. Разъем будет. Блядь. Как у тебя аккаунт называется? А, аккаунт? Да. А, ну как ты это называешь? Ютуб называется. Ну, Русдат, типа Руслан Дадашев, сокращенно Русдат. Ребят, это мое первое интервью. Вы должны меня максимально поддержать, потому что я супер-супер жестко переживал. Просто, блин. Я вас... Огромная просьба к вам. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Руслана. Это будет суперклассной поддержкой для меня и для него. Поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. И обязательно смотрите его в выпуске. Ты нам обрежешь, да, если что? Я забыл. Я обрежу вообще все, что было. Я только это оставлю, когда ты просишь подписаться. Спасибо огромное, что посмотрели этот видосик. Я всех вас люблю. Пальчики вверх. До слез. Ты сказал, ты как-то... Скажи по-свойски это. Не знаю, ты как-то знаешь, что... Когда просят, да, типа... Ну, скажи просто. Когда просят, это такой, типа... Да. Это как-то немножко... Да, конечно. Это как меня всегда просят, типа, скажи, что ты на азербайджанское. Ну, так, серьезно, что ли? Нет, когда тебя просят, ты такой говоришь, типа... Блин, ну, как-то не может это сам. Это выходит как-то само. Ты, типа, везешь какой-то там диалог с ними, там, типа, говоришь, там, типа... И ты начинаешь... Да-да, так и скажи, что ты зазнался. На эмоциях, да.